А ты уже запись, что ли, ведёшь? Да погоди ты, стой! Ты чё, не наговорился, что ли? Да... Он, знаешь, он без предупреждений, он же всё без предупреждений! Моржовый! Поговори, поговори с братцем, дай ему... Можно, да? За прошествующей... Чё, чё? Погоди, можно ещё раз, да? Да, можно. Можно? За прошествующей... Да ну ё... Еб... Урочи, чтобы я знаю, сказать... Я ведь без галстука, видишь? Ну блин... Тоже как-то это... У меня вообще ботинки спёрли! Да ладно, откуда? Ухожу, а ботинок нет, дочь! Одна дочь, каналку куда-то прихерила, другая ботинки! Ты что пугал меня, я думал, у вас соседи такие лютые! По-тихому открывают дверь, обуваются в никого жёлки и уходят! Так, всё, тихо! Так, всё, тихо! Мы не тряп, мы не тряп! Тихо! Раз, два, три! Кто друг хозяин? Всем здравствуйте, вот и наступил тот долгожданный час, минута и время, когда мы вам публикуем вторую часть нашего влога по строительству дома типа Афрейм! В этой серии мы вам обещали рассказать и сегодня это сделаем, всю техническую часть составляющая с нашим... Артихектором! Ведущим артихектором! А ты вообще не обижаешься со словом артихектор? Нет, не обижаешься! Нет, не обижаешься! Я уже к этой специальности привык, именно к этой! Потому что я в первой части ненароком назвал правильное слово артихектор... Всё, мне заклинил! Да! Артихектором! Что-то взял! Вот! Мы сегодня как раз заполним всю техническую часть со специалистом и он вам всё полностью расскажет, покажет и может быть некоторых людей и разубедит в строительстве, а может и кого-то и убедит в строительстве данного типа дома. Татьяна, что скажешь? Да, я знаю, стою и думаю... Слишком резво, да? Да, зачем вообще я вам, в принципе, нужна? Потому что в технической части я не понимаю ничего. Я хочу сказать, твоя сегодня роль будет как роль подписчика, зрителя, который ничего в этом не понимает, и ты будешь по ходу пьесы задавать вопросы вообще от чайника, который вообще ничего не понимает, а мы по своей мере компетентности будем отвечать себе на твой вопрос. Можно? Попытаемся. То есть, моя функция сегодня, а, разбавить вас цветом, потому что вы оба чёрные. Да. Да, иначе это... Вы сливаетесь... Потому что по первой серии... Давайте, я тоже... Для справедливости тоже в капюшоне. Да, тут проклады, я в капюшоне наделся. И я уж тоже задал. И, соответственно, вы будете переводить людям со строительного на человеческий. В максимальную поступку. Попытаемся, попытаемся. В российском языке. То есть, если вас начнёт уносить совсем-всем в термины, и я понимаю, что я ничего не понимаю, я говорю, стоп, переведите. Да, переведите, и плюс ты будешь задавать как обыватель вопросы. А можно каверзные? А почему вот именно вот такой болтик, а не другой? А почему именно вот такая балочка, а не другая? А можно каверзные? Можно. Хорошо, всё, погнали. Ну всё. Держитесь, да? Наверное, первое вступление, наверное, я скажу от себя то, что вообще знаю об этом доме, вообще о Фрейм. О системе. Вообще расскажу, наверное, в первую в жизни тот человек, который строит этот тип дома, расскажу все минусы. Обязательно. Минусы, да. В первую очередь, с этого и нужно начать, я считаю. Ты, может быть, сначала представишь человека, который с нами в кадре. Неугомонных просинок, вечно трынящих люди знают. Фамилия не надо, Александр Сергеевич. Пушкин. Пушкин. Да, ведущий архитектор Пушкин Александр Сергеевич. Да, он правда. Дальний родственник нашего, ну не Пушкин, да. Но живём в Пушкино, между прочим. Человек специальности. И до Юра родственник этого дома, да? Да, да, да. Так, ребят, поэтому, в принципе, формат работы понят. Да. Как обычно, берём печеньки, чаёк, кофеёк, то с чем? Да, кстати, где? Где? Ну это там, зрителям. А ты работай. Ну ладно, хорошо. Чё-то какой балакан вообще? Вообще балакан. Нормально. Вырезай всё нахрен и пошли это за галстуками. Ну и чё? Так, официальные письма. Я немножко шпаргалку для себя выписал. Короче, давай какие реально минусы у Афрейма. Вот сейчас у Афрейма. Винусы. В том, что дом недолговечен, согласишься со мной? Ну тут... Долговечный смотри. Давай я это так скажу. Вот сейчас свою мысль выскажу. Самый самый, самый, самый главный по дому Афрейм. Подкорректирую. По дому Афрейм самый главный минус – это его долговечность. Её составляет от 50 до 100 лет. Вот этот промежуток, который от 50 до 100 лет, очень сильно влияет на атмосферное влияние этого дома со временем. Как он будет защищать тебя от ветра. Можно вопрос? Подожди. Мне уже не понятно. Каждый день все строения любого типа сопротивляются природным явлениям нашей семьи. Абсолютно верно. И, соответственно, возможно, в течение 50-ти какого-то лет времени, допустим, будут много штилей, не будет парыистых ветров, не будут сильных борозов, сильных перепадов температур, там жара. Абсолютно верно. Дом, соответственно, будет жить у вас дольше. Но и второе соответствующее конструктивное решение. Конструктивное решение. И плюс, как это грамотно сделано. Если сделано было неграмотно, с допустимым, допущением много строительных ошибок конструктивных, соответственно, дом теряет вот эту сумму монолитность. Суммарный эксплуатационный период теряет. Уменьшается он, так сказать. Вот. Ну, остановить Дмитрий. Я ничего не понимаю, честно. Так, бокал кофе человеку. Смотрите, объясните мне такой момент. Вот вы говорите оба, да? Срок эксплуатации, срок жизни Афрейма от 50 до 100 лет. А на хрена строить дом, который будет стоять там, я не знаю, 80-90 лет. А вот. Как показывает практика. Вот смотри. Люди все равно не живут в тех домах, которые строили родители. Я почему говорю 50 лет? Если дом сделан вообще тяп-ляп на ебисе куда хочешь, да? Дом, соответственно, не простоит сколько нужно. А если отвестись к этому вопрос грамотно и с профессионалами, кто умеет это вообще делать, реализовывать, соответственно, у тебя срок жизни дома автоматический, геометрическая прогрессия увеличивается. Понятно. Абсолютно верно. Следующий вопрос. Ой, слушайте, как хорошо руку поднимать. Я научилась. Как в школе? Как в школе? Да. А смотрите, вот вы говорите про погодное явление. Вы здесь подразумеваете все от дождя до снега. Все, что происходит в атмосфере. Влажность. Даже небольшой ветер, допустим, от 3 до 5 метров в секунду. Он такой легенький. Он такой дом высотой 10 метров. Ну, по мере, попозже я скажу, какой высотой. Около 8 метров, не меньше. Он все равно испытывает нагрузку ветровую. В любом случае, потому что он пик. Абсолютно верно. Он высокий. Он в любом случае испытывает нагрузку. А если, допустим, будет ветер 17-20, то он вообще может практически взлететь. Сложится. Все, едем дальше. Пока понятно. Вот эти основные два момента как раз влияют на долговечность этого дома. Может быть, этот дом проживет и кирпичный, но тут уже вопрос. Стоп. Да. Челом бьет. Пиши далее. А у нас влог-две серии будет из того, что мы сейчас будем разговаривать. Или три. Давайте, может быть, сейчас мы сейчас вот это... Блобой с вами плюс в месяц, мы сейчас в одну часть, а техничку потом... Да, потому что очень большой влог будет. Чувствую, там больше часа будет. Как вы два лоуна ржете? Ну да. Это все вырезаем. Если вы уже приняли по мне, то... Хотя, смотри, нам сейчас вот по 40 лет скоро будет, да? 39 нам у нас. Давай круглим. И дом нас уже переживет автоматически. Ну да, меня устраивает. 7 лет, я уже не устраиваю. 7 лет, я уже не устраиваю. И поэтому, что бояться? В основном, наши дети, внуки, все равно... Потолки. Потолки. Сравняют с землей и построят то, что им нужно. А мы строим то, что нам нужно. Это как раз одна из основных моих аргументов в строительстве этого каркасного дома. Потому что я пожил в том доме, где я хотел, а... Мои потомки? Захотят жить, где они захотят. Либо вообще продадут. Скажет эгоист. Хорошо. Неважно. С другой стороны, знаете, как иначе будет выглядеть? Я тебе всю жизнь положила, я для тебя дом строил, дети смотрят, мне не надо. Нет, ну понимаешь, детям может быть и останется, только как необходимо будут в этом доме, если каркас сам дома целостный, поменять теплоизоляцию полностью. Снять внутреннюю отделку и поменять всю изоляцию полностью. Ну что там того, какой турбулентный... Они скажут ли так, например, папа, мама, нам неплохо, мы живем на крайне леса, вообще в палатке. Да. Нам это все нужно. Всего доброго. Так, два минуса рассмотрели. То есть это срок долговечности плюс агрессивная внешняя среда. Дальше. Большой минус для тех, кто привык жить в кирпичных домах, то что каркасный дом, он звукопроводный сам по себе. Вы... Как раз большой минус в этом доме то, что большая звукопроницаемость. Не то, что происходит снаружи, а то, что происходит и изнутри. Допустим, мы сейчас у нас в двухэтажный дом. Я, допустим, буду находиться сейчас на первом этаже, а дети, допустим, будут ходить по второму этажу. Я буду буквально это все слышать и чувствовать. И, к сожалению, да, это минус. Но от этого, конечно, нельзя полностью 100% избавиться. Но мой-то это минимизирует. Прямо, ну, процентов на 20-30 вот этот эффект, как называется, эффект батута. Именно того, что когда люди ходят по деревянным перегородкам, и есть вот это, слышно, как люди ходят и сама биорация передается на первый этаж. И этот эффект можно убрать. Об этом эффекте я буду рассказывать как раз во второй, третьей части нашего влога. Да. А, вопрос о шуме. Ну, шум, я и скажу, шум будет, он больше всего не звуковой, а вибрационный. Это тебе еще такой намек, как раз от потипеда, я буду тебе отвечать на этот вопрос. Почему большинство звуковых инструментов делают из дерева? Угу. Потому что он проводит, резонирует и сдаёт звук, проводит звук. Вопрос ответственно. Но, соответственно, он продолжает. У нас так, как каркасный дом, и когда человек походит по полу, он из-за этого выступает. И это подобный эффект барабана. И за счет вибрации, как вот в речке-то вот кинул мяч, и вот волны пошли. Все то же самое расходится по каркасу. Вот. Вообще ничего не понятно. Можно спрошу? Просто я понимаю, что вы говорите профессиональными строительными терминами. Мы оба учились на одном факультете. Но мне, как человеку, который от стройки, от слова, совсем не понимает ничего. Поэтому, как бы, да, там и не то, что, как говорится, моего мнения не спрашивали. Я в этом не понимаю смысл спрашивать мое мнение. Вот смотри, у меня вопрос. Вот чисто житейская ситуация. То есть где-то здесь будет кухня, да? Я готовлю. И я уронила крышку на пол. В общем, тебе сосед не придут. Уже с хорошим словом. Я согласен, я живу тут. Нет, едем дальше. То есть, да и допустим, сидишь в туалете. Ты услышал со страха. У нас будет 10 серий с таким архитектором и владельцем дома. Я объясню максимально доступно, потом если что-то у тебя есть, дополнить? Можно я спрошу? Вот смотри, мы уронили крышку, чисто гипотетической ситуации. Ты сидишь в туалете. Тебе как? Ты просто поймешь, ну там какой-то, да, звук в дом произошел? Или ты конкретно? Бум! Ну, я почувствую просто, ну, то, что где-то далеко за стенкой что-то упало. Но ты в квартире. В туалете, допустим, перед моим лицом упала крышка. Нет, вот такого не будет. Но ты в квартире то же самое. Но процентов на 20, на 30 все равно будет тут слышнее, чем в бетонном кирпичном доме. Хорошо, дальше. Ребенок просто прошелся по верхнему этажу. Вот как раз. Это будет очень слышно. Это вот прям. Так. Вот. У физики есть звуковая волна и вибрационную. Сань, ну попробуйте, если я что-то неправильно понимаю. Ну, корректно. Два типа звука. И вот мы как раз слышим не голос человека, а вот это вибрация. Вот это вот. Дима. Я вам проще скажу. Смотрите, спада в плане. Что касается перекрытия межэтажного черного. Это у нас перекрытие этажа. То есть это пол. Это межэтажное. Все попроще. Не нужно усложнять. То есть, допустим, даже ребенок издает источник звука. Идет голосом. Он будет гораздо меньше и тише. Секунду. Нежели ударный шум. Потому что, когда что-то ударяется, оно все равно акустирует и по элементам сильнее. Есть ударные шумы, которые подвержены каркасным домам. А есть акустические. Акустические шумы можно в каркасном доме как раз... Дополненной изоляцией, отделкой, какими-то мохнатыми обоями, которые поглощают звук. Но от ударных, именно от ударов, это не избавишься. Ну и в квартире слышно. Ну конечно. Вот смотри, вы живете в двухкомнатной квартире. У тебя жена на кухне крышку ранила. Ты слышишь в спальне? Слышу. И ничего не прыгает. Нет, не прыгаю. Никуда даже. Я уже к этому привык. Вот. Поэтому каркасный дом очень сильно проводит ударные шумы, а не акустические. Вот это мы подведем как раз со самой главной моменты. Мне кажется, он слишком заумно говорит все вещи. Так, ну что, мы разобрались со звукопроводимостью, разобрались с сроком. Какие еще минусы? Для меня вот третий как раз вот, он наверное будет плавно переходить как-то между вторым и третьим. Третий. Как раз убирать в этом доме акустический звук. И при помощи только гипс-картона, который имеет два положительных эффекта в этом доме. Он первый, он закрывает акустический звук. А второе, так как у нас дом, во-первых, из минуса, из минуса третьего, то что он не аккумулирует тепло, как каменный дом. Есть такой, да. Молодец. Если не использовать в этом доме стенки из гипс-картона, я буду делать двойной слой. Первый слой у меня будет армированный гипс-картон, а потом второй слой уже 12 обычный миллиметр. Ну, это уже в конструктиве расскажут. Два слой. Соответственно, что я выигрываю? Я выигрываю звукопоглощение акустическое и второй небольшой процент увеличивается аккумуляцией энергии в доме. Он не совсем станет быстро остывать. Ну, процент в десять он дает плюсов, как аккумуляция. Вот, если гипс-картон не использовать, я просто не нашел ни одного еще пока строительного... Элемента? Элемента, который может также хорошо нести, как акустический барьер и аккумулировать тепло. Кирпичисты туда стараешься ставить, но это бессмысленно. Да нет, это, во-первых, перекрытие. Конечно, будет тяжело. Это вот для меня самые основные три минуса было, которые я, может сказать, победил, или как я принял эти минусы, знал, как к ним подойти и как к нему решить. Смотрите, мы разобрались... Так, подвожу итог, иначе товарищи архитекторы и прорабы уносят в очень умные вещи, которые даже мой мозг не выдерживает. Смотрите, мы разобрались, как уменьшить звук, как... Ну, не как уменьшить, мы пока выяснили минусы, да? И Дима уже параллельно даже дал решение. И Саша меня поправил, что гипсокартон до конца не решает проблему, нужно еще там будет добавить. Еще такой вопрос, ребят. Вот мы в деревянном доме, у нас планируется вроде как камин. Или еще не планируется? Не планируется. Тем не менее, деревянный дом... Это и есть деревянный дом? Да, я выросла у обеих бабушек в деревне летом, каждый год у обеих были деревянные дома, они их страховали и все время тряслись, что не дай бог какой-то пожар. Саша, как решить здесь вопрос, с учетом того, что у нас все деревянное и куча всевозможных утеплителей и прочего, извините, которое может загореться? Объясняю. Значит, да, все верно. Минус один из самых главных минусов, как я вот вижу, то, что деревянный дом, это его пожароопасность. То есть, в случае пожара, такие дома такой категории сгорают буквально меньше, чем за 10 минут. В зависимости от источника разгорания, будь то проводка, либо там еще какие-то первичные источники. Поэтому, дабы в избежание этого, в таком случае проводятся мероприятия дополнительного, скажем, отражения усиления, то есть достижения противопожарного безопасности, то есть периода с момента возникновения источника огня до приезда первичного пожарной техники, то есть пожарных расчетов. Что мы делаем? В таком случае мы усиляем несколько вариантов. Усиляем изнутри обшивкой либо двойной слой гипса, картона, как правило, либо, есть альтернативные варианты на рынке, ну, скажем, не так много, но они есть, либо стекломагниевые листы, либо комбинирование. То есть, повторяюсь, в таком случае, если что-то, конечно, спаси и сохраняя от этого происходит, и источник огня какими-то путями все-таки куда-то прорывается и что-то воспламеняет, это этим самым спасая основной остов, скелет деревянных конструкций, чтобы дом, скажем, не подошел к полному разрушению, к пепелищу, дает времени до приезда пожарной техники и, соответственно, тушения источника огня. Поэтому здесь все-таки, вот, это, я считаю, один из самых основных пунктов от Афрейма. В остальном, если соблюдать правила пожарной безопасности, вообще безопасности, как бы вовремя, скажем, я ничего плохого не хочу сказать, но заниматься воспитанием детей и объяснять им эти правила безопасности, этим самым мы минимизируем критичные моменты в нашей жизни. Ну, как говорится, береженого Бог бережет. Саша, здесь с умом, да, коротком спичек можно готовить, а можно сжечь все... Все правильно. У меня сразу вопрос. Теперь у меня вопрос, да. Да, для меня пожарной безопасности, да, очень актуальная тема, но я не особо, как Санька, не углублялся. Смотри, на современном рынке очень много утеплителей продаются, как то, что мы купили, минеральная плита. Она же вообще практически не горючая. Она, я сейчас больше скажу, есть несколько вообще этих минеральных плит. Есть мягкие, секунду, есть мягкие, есть жесткие, есть плиты, секунду, с добавками магнезитовых волокон, то есть минераловатная плита с базальтом волокном. Это о чем говорят? По сути, это вулканические элементы с отделением, которые просто, они не сгораемые, они относятся к категории НГ. Они могут в крайности тлеть, но они не дают прямого сгорания, там раздымления и выделения токсичных элементов продуктов, которым человек просто даже может погибнуть, пару раз вдохнув эти элементы. Следующим образом. А у нас какая? У нас самая хорошая. У нас самая хорошая, жесткая, в дальнейшем будет проводиться утепление изнутри как раз плитой жесткой, минватой. Но, тем не менее, это будут промежутки между, то есть в пролетах будет утепляться, но она является же в свою очередь и теплоизоляцией. Вот, то есть тут, как говорится, так, скажем, словно двойной барьер защиты, но в любом случае в дальнейшем будет все обшито, доведено до ума и до... Смотрите, и плюс второе, мы же будем в два слоя или в три слоя, сколько получится, потому что я уже закупил окно-биозащиту. Это все будет еще обрабатываться. Обязательно, это не то, что не будет. То есть мы сейчас не будем говорить о последовательности проекта производства работ, но в целом это понятно, что раз деревянные конструкции, они обязательно должны быть по нормам обработаны от огней, био и так далее, защиты. Для чего? Есть, не надо забывать, что караеды, всякие жучки, которые, вот вы живете в прекрасном доме, вы понятия не имеете, что где-то какая-то группа, не тварь, а группа, группа ОПГ, живет по соседству с вами, вот прям под шивки. К примеру, да, но от этого не застрахуешься. В таком случае существуют как раз биопропитки, огнебиозащитные пропитки. Можно вопрос? Да, конечно. Еще какие-то минусы есть у Афрейма? У Афрейма есть его грамотность исполнения, но это, я так думаю, мы, наверное, обсудим более подробно. Отдельно, да. Отдельно и далее. То есть вот общие минусы есть или все? Это я бы сказал об устойчивости, жесткости и правильности исполнения и правильной последствии порядка. Можно переведу на русский? Это называется, как проект сделаешь, и кто его будет строить? Все верно. С минусами мы закончили? Ну, есть еще такой эстетический минус. Какой? Наверное, все это понимают, что Афреймы в стенке наклонены в среднем на 26 градусов плюс-минус. Афрейм Афрейм? Больше, больше, больше. 50? У тебя тут почти 47. Ну, везде по разу, потому что где-то 6. В зависимости от проекта. Да, ну. А у нас сколько? На стены под углом. У вас сейчас идет около 47 градусов. Почти полтиметра. Ну, плюс-минус, они разные бывают. Ну, грубо. Тут нужно смириться и понять, сможете ли вы жить в этом доме, когда у вас стены не 90 градусов вертикальные, а под углом. А мы про это говорили в первой части. Да, говорили. И, соответственно, плюс и минус Афрейма, и минус в том, что эти стены под углом очень сильно скрадывают пространство. Где вы не можете уже свободно поставить шкаф или другой высокую мебель к стенке. Вам уже надо будет где-то выигрывать и где-то местами что-то, где-то ставить фальш-стенку или что, чтобы где-то опереть или холодильник, допустим, на кухне, или шкаф. Делать надо где-то в любом случае это пространство. А так, в основном, все эти стены будут пустые и ничем не закрываться. Хорошо. Это минус. Оснастить мебелью этот дом нужно еще суметь. Хорошо. Ты столько минусов сказал, что мне уже неохота этот дом. Да, вообще, реально. Вот, смотрите, с минусами мы закончили. Я вас не зря спрашивала. Какие есть плюсы, Саш, в каркасном строительстве именно такого типа? Могли бы мы за эти же деньги, а мы только что пока в кадр не зашли, обсуждали нашу смету, за эти же деньги мы могли бы построить обычный каркасник с той же квадратурой? Я понял, да. Скажем так, такой же обычный каркасник за эти деньги, возможно, не построили. Если говорить о размерах основания, именно основания, вот то, что вот грубо у вас сейчас есть, размеры. Я про квадратуру, Саш. Сейчас, секунду, да, именно в этом модуле. Скажу так, что каркасничек вам, ну, встал, может быть, еще процентов бы на 20 подороже, а то и 25. То есть вот мы, к чему говорю, нас спрашивали уже, кстати, проценты. Сейчас, секунду, Татьяна, перебью. Да, то есть экономия в том, что за счет простоты, элементарности вот этого конструктивного решения снаружи дом выглядит просто, да, как огромная крыша, стоящая на земле. То есть всего лишь два ската. Есть и огромное количество плюсов этих только двух скатов. Просто в процессе проектирования, строительства, введения объекта за свою жизнь очень много наблюдаем в плане кровель, течи, задувания и так далее. Здесь конструкция системы проста, как сатиновые трусы. И в плане защиты от воды, от задувания, от ветра, от обледенения максимально выполнена, ну, скажем, полезным КПД в сторону, как говорится, будущих хозяев дома. То есть смотри, подвожу опять итог, перевожу на русский для обычных пользователей. За тот бюджет, который есть, можно? Мы сейчас подеремся. Троем в кадре мы не были никогда. Ты сто много уже говорил, стоим молчать. Получается, что, допустим, на текущий момент, на начало марта 2022 года, с учетом покупки земли, всех-всех-всех мероприятий того, что мы имеем сейчас, плюс покупка определенных инструментов, у нас потрачено 3 миллиона. С учетом работ, оплаты строителям. То есть те же, ту же квадратуру за эти деньги на этой же земле мы бы не построили. И я хочу добавить то, что каркасное строительство выгодно только до того момента, когда ваш дом будет не превышать 90 квадратных метров. Если вы будете делать от 90 выше, соответственно, минус прибавляется это узлы, дом становится менее прочным. Вот что? А по деньгам? Бревно, прощение площади, соответственно, каркасный дом, не бревно, не кирпич. Он уже становится менее прочным. Ну, все прям пропорционально. То есть с увеличением площади, соответственно, все вытекающее. Я рекомендую рассматривать до 90 квадратных метров. Каркасный дом. Тогда вот становится первое, максимально первое, это по цене выгодно вам. И, во-вторых, энергоэффективность, потому что площадь небольшая. И прочность конструкции. Вот. За счет того, что делаем маленькое помещение, мы, соответственно, получаем вот эти три больших плюса. Смотрите, у меня такое предложение к вам, товарищи прорабы, владельцы, архитекторы. Мы сейчас обсудили минусы. Влог у нас получится. Мы все равно будем, друзья мои, делить на части. Вы будете смотреть это все по частям. Вот мне, например, я слушаю и понимаю, да, со стороны. И мне что-то как-то не очень хочется каркасник строить. Давайте мы сейчас обсудим плюсы. Эту серию завершим. И потом будем уже снимать конкретно по нашему дому. Да, 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 уже бегать будем. Окей. Саш, какие есть плюсы? Давайте я, наверное, начну так. Ребят, так как все строительство у нас начинается с чего? С планирования, с подготовки в земельном участке. Объясняю, что вкратце этот дом был построен в кратчайшее время. То есть буквально за месяц. Да, буквально Дмитрий перед Новым годом. С момента подготовки основания, когда уже был снег, замечу. То есть первичный еще не сильно. Но грунт еще не был сильно промерз. То есть, во-первых, было подготовлено свайное поле. Произведено это все было за один день. Вызывали работников, нам выполнили все за один день. Было готово свайное поле. Дальше открывался фронт работ до и по усилению данных, так скажем, свай, торчащих из земли. Это, скажем, дополнительные уже внесения в конструктивное решение, отходящие, дополняющие проекты, на основании которого мы изначально начали разработку. После этого приступились, уже после Нового года, начали к основному строительству. 15 января приступили. Да, 15 января. Это про плюсы мы говорим? Мы говорим сейчас про плюсы. Нет, сейчас вообще поэтапностью я просто постараюсь быстрее описать. Ну, как обрасказано, что будет в следующей серии. Да, в следующей серии. Приступили к основной обвязке диска. И дальше ребята начали уже непосредственно выполнение всех ферм. Возводить. Да, все возводить. И в последнем этапе уже была оттечка изоляции, изоляционных материалов и кровельного покрытия. Вот в таких этапах было произведено. Ну, и как бы вот эти вот фронтоны, скелеты, то, что вы на заднем плане можете видеть, это уже будем считать основательный скелет, но еще не до конца, не до ума доведенный. Пока временно закрыт, подчеркиваю, временно ОСБ. Во избежание задувания осадков, снега и тому подобное. Чтобы он изнутри потихонечку высушивался. Теперь раздел второй. Плюсы. Какие вы болтливые. Да, второй раздел. Такой не отнять. Да. Не отнять. Плюсы. Самое, я считаю, мое мнение, самый, как говорится, основной первый плюс. Скобки, скобки. Данный человек. Традиционный кирпично-строительный товарищ. Консерватор, консерватор, ребят. Он раньше, до этого момента, наверное, строительство вообще, слово каркасник говорит. Саня, Саня, давай что-нибудь каркасникой зовут. Че, да ты пошел, ты там, пух, не дружу с тобой. Вот, он был традиционно. Но я это все обосну. Это мы расскажем потом, как ты согласился вообще на проекты. Вообще, давай, вот расскажите мне, обычному обывателю, почему я должен согласиться на каркасник. После полученного опыта, вот теперь выскажи свое мнение. Я, ребят, так скажу, я не против и не за каркасников. Да, на самом деле я не хочу никого уговаривать или там, наоборот, против наставлять. Каждый сам выбирает, что ему по карману и, как говорится, что он хочет в чем себя реализовывать. Опять-таки, возвращаемся к плюсам этого дома. Самое главное, основное, это скорость возведения. То есть в кратчайшие сроки вы поднимаете строительный объем, пусть, скажем, даже вот такого шалашного типа. Но это факт. Второе. Опять-таки, быстрота возведения основных всех вот этих вот стропильных элементов. Потому что, на самом деле, это не что иное, как стропильная система. Третье. Укрываемость. И, я считаю, четвертое. Ну, как бы, вы уже, отхватив объем от пространства улицы, даете себе, открываете фронт работ. Но это уже дальше пункт, скажем, такой косвенный, на что хозяин сам способен. Будет он далее медленно все это доводить дома. Или, опять-таки, быстро все раз и уже, скажем, через два месяца въедет сюда с мебелью. Это уже, скажем так. Саша, но вот это все плюсы, скорость возведения. Скорость возведения, да. То есть я пока услышала выгоды. Это цена. То есть это бюджетней, чем обычный. Устойчивость. Устойчивость. Скорость возведения. Скорость возведения. То есть можно быстро и эффективно построить дом. И опять-таки. Какие еще есть плюсы? Еще плюсы. Учитывая то, что это не летнего варианта, не дачного дома. Это проект в дальнейшем сейчас вот вы видите пока... Круглогодичное проживание. Да, круглогодичное проживание. То есть далее будет все утеплено, подшито, доведено дома и так далее. Простота исполнения даже вот сам хозяин будущего этого дома, он может сам в одно лицо провести все мероприятия по, скажем, отделке, утеплению и так далее. Я считаю, это самый главный важный аспект вот именно строительства этого дома. Потому что, ребята, учитывая наше сегодня время проживания, не каждый себе может позволить нанять бригады, кладчиков, каменщиков, технику или еще что-то. Здесь вот этот дом, то, что мы в дальнейшем покажем, вы видите, это все выполнено без применения техники. Ребят, это самое главное. Чисто руками. Чисто руками. Сколько у нас было строителей? Четыре, где-то пять человек. Но это бригада такой, как бы это, состав бригады оптимизированный. Ну, я хочу поправить, Писайк, внутренняя сделка, особенно утепление, тут нужно все равно иметь опыт и хотя бы знать, как правильно все это сделать. Как раз вот само утепление, если правильно ты утеплил этот дом грамотно, сделал герметично его, соответственно, и будет в дальнейшем влиять на энергоэффективность. Все правильно. Если ты грамотно сделал, значит дом у тебя энергоэффективно. Ну, мы пока, Дмитрий, сейчас в это влазить не будем. Как говорится, азы теплотехники. Ты просто сказал, что любой человек. Ну, тут любой, да, но дом. Нет, я имел до единицы человека, то есть любой человек, вот я вот один мужчина в семье, да, вот у меня жена, например, есть дети. Я же не буду их привлекать, то есть я знаю, что спокойно подошел, я могу за сегодня утеплить вот эту плоскость, эту, потом приступить к перекрытию, не прибегая к помощи еще кого-то. Да, то есть я понимаю, человек может в любом случае потом скажет, да, вот тут я, наверное, может быть бригадку найму, а тут я вот спокойно могу самостоятельно выполнить. То есть это экономия бюджета, как-никак. Соглашусь, но с пометкой, нужно издать матчасть. Прошу вас, студент Татьяна. Подвожу итог. Бюджет, скорость возведения, эффективность самого дома, да, то есть мы уже поговорили. Устойчивость, то есть плюсы такие, что я могу быстро построить дом для ежедневного, круглогодичного проживания за адекватные деньги по сравнению с любым другим строительством. Все верно. Ну и последний плюс, наверное, как с коммерческой точки зрения, это самое выгодное коммерческое строение. Для сдачи, для сдачи людей посуточно и так далее, и так далее. Для коммерции это очень-очень выгодно. Ну да, за два месяца можно возвести дом. Слушай, что ты сейчас стою, думаю. За летом можно три дома постоять. Сейчас секундочку перебью, Дмитрия. Дело в том, что если бы не вот такая сложившаяся ситуация вообще, скажем, мировая, финансы и так далее, просто вот начато это строительство таким образом, если учитывая строительство летнего периода, такие дома вообще возводят, можете даже посмотреть просто в интернете, буквально за три недели. Но, подчеркиваю, это при наличии полностью здоровой рабсилы и, допустим, теоретически, вот весь материал... Нет, Саня, тебя с ютубовой... Почему ты ее называешь рабочая сила? Ну все правильно. Ну да, рабочая сила. Ну да, рабочая сила, рабыда. Нет, рабочая сила, я подчеркиваю, то есть вот есть бригада здоровая, рабочая сила. Которые деньги дают? Да, которые говорят, товарищ заказчик, мы готовы приступать. Денег столько-то. Да. И вот лежит, к примеру, теоретически, гора вообще всего необходимого материала. То есть, по сути, я упрощаю к чему? Наличие конструктора, как в детстве, вот мы играли, да? И непосредственно строительный, да? То есть, это делается в летний период, там, буквально от двух до трех недель, в зависимости от проекта. Смотри. Если мы говорим вот сейчас от площади основания данного типа. Будем завершать эту серию, потому что у нас уже длинная. Вот теперь ты, попробовав каркасное строительство, ты ведешь наш объект, да? Как независимо. И чисто теоретически. Вот если к тебе придет заказчик и спросит, Саш, твое мнение, вот я сомневаюсь, ты можешь ему сказать плюсы-минусы и уже дать рекомендацию? Отпиздет. Сейчас я тебе правду отмечу. Да, я тебе сейчас. Это у вас-то твой, блядь. Сейчас я тебе прокомендую. Да, это у вас-то твой, я вас боюсь. Только землянку, только землянку. Закопайся. Такие вопросы надо задавать, когда он сидит за рулем уже, и от тебя уезжаете. Да, да, да. В общем, суть такая. Каркасники позволяют все-таки расширить возможности людей, которые хотят построить дом, но не имеют возможности построить каменный дом. Так-то сказать, можно условно в этот бюджет, конечно, мы будем разглагольствовать камень и начать. Просто здесь поэтапность и, скажем, непростота заключается в том, что там немножко отличается, немножко конкретно периода строительства, осадка, фундаментах и все остальное. Хорошо. Ой, опять в умные вещи пошли. Это строительные уже... Это уже дед свечи. Это отдельно. Это, да, можешь сказать, уже отдельно. Ты можешь теперь уже... Твое мнение касаемо каркасника после того, как ты вот возвел, да, что вот твой проект... Точно, точно, на камеру скажите. Я завтра буду верить. Что бить не будете. Еще раз. Твой проект, который ты рисовал, да, чертил, вот он стоит. Воплощенный. Воплощенный. Вот ты в нем стоишь, да? Какие ощущения? Да, обалденный. Прохладно пока. Ну, это... Дверь открыта. Шафку сняли. Уши посинели. Какое у меня, может быть, ощущение? Вот. Не, на самом деле... Необычность, да? Необычность, да. То есть, я опять-таки придерживаюсь к тому, что правильно выполнив конструктивные элементы и непосредственно все строительные аспекты предусмотрев, предусмотрев, можно во всем этом пребывать замечательно. Практически как в раю, да. Да, от этого отмотался. Не, не отмотался. Дело в том, что что-то где-то недоучитывая, могут выплывать неприятные потом последствия. Поэтому я вот дальнейшем и настаиваю. Скажем отдельно. Это отдельно, да. Что все нужно обрабатывать. Что как положено, все нужно делать. Что потом не было неприятных сюрпризов в образовании плесени где-то или еще чего-то. Так, это в следующей серии. Это все в следующей серии. Давайте прощаться. Вы уже поняли. Поэтому я и говорил в первую часть. Он перестрахун. И все его перестрахунные действия мы будем рассказывать в следующей серии. Все, пока. Все, погнали. Все, пока.